Дмитрий, Ирина, как прошло судебное разбирательство? Как и ожидалось. Что бы ни случилось, очевидно, что по ощущениям судьи в такой ситуации нужен психолог. Потому что когда ты выносишь заведомо решение, которое противоречит букве закона, это всегда достаточно тяжелый какой-то шаг, когда ты идешь на преступление, и людей всегда потом мучить совесть. Я думаю, что судя не исключение, хотя, конечно, какая-то твердокожность должна быть, чтобы вот так спокойно, невзирая ни на что, отбревать любые попытки здравого смысла возобладать. К сожалению, доводы защиты не были услышаны от слова совсем, хотя они были обоснованы, были полностью сформулированы. И действительно, ну, глупость несусветная, учитывая, что Кирилл сам приехал в МВД и будут готовы дальше сотрудничать со следствием. А меня дело в том, что попытаются на следствие уйти, и то, что пытаются каким-то образом на следствие давить, угрожать. То есть это нужно просто придумать такое, потому что как-то по-другому это не работает. Вот. Мы, соответственно, что имеем, то имеем. Дальше будем готовить апелляцию, готовить доказательную базу. Сейчас будет готовиться видео по группе сотрудников Грома, которые, собственно, избивали ребят. Вот. Поскольку для меня не очень понятен их статус, нам отказали в возбуждении уголовного дела по отношению к ним. Хотя это странно, потому что какая-то группа непонятная при исполнении, при исполнении прибежала, избила, убежала. И все это посреди белого дня. На мой взгляд, сугубо субъективны. Это люди, которые порочат честь мундира. И в условиях, проводимые СВО, это очень-очень плохой признак. И я думаю, что как раз вот такие вещи не должны уходить от надзорных органов, от прокуратуры, в частности, Следственного комитета. И нельзя выгораживать людей, которые порочат честь мундира, когда мундир – это главное, что есть у страны. Поэтому мы, конечно, будем, безусловно, добиваться освобождения наших ребят всеми законами, способами. И, безусловно, будем добиваться наказания для тех подонков, которые надели мундир, не знают, что это значит.